Договариваться на российских условиях, это я вам объясню, как это признать аннексию Крыма и согласиться с гражданской войной на Донбассе. Те, кто в Украине говорит о компромиссе с Россией, они просто нагло врут гражданам Украины. Один гипотетический вопрос для Романа. Как вы считаете, Роман, а вот мир, он станет лучше, если России не будет? Слишком он гипотетический. Развалится Россия или нет? У меня мнение такое. Тут есть две опции. Или да, или нет. Ровно 50%. Нам надо исходить из того, что мы всегда будем жить со страной, которая всегда нам будет грозить ракетами, размышлять при этом о братстве и думать, как быстрее бы освободить Украину от украинцев ради величия российского государства. Мы не рассматривали вопрос смерти Путина. Вот как вы думаете, может быть, Путина, она выгодна для всех? Она выгодна и для России, и для Украины. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз и смежных дружественных каналов. У нас сегодня интересный гость. Это, можно сказать, боец журналистского фронта, боец не только украинского журналистского фронта, но и боец фронта всего прогрессивного антидиктаторского человечества, который находится на самой горячей точке на передовой в Москве. Это Аман Сымбалюк. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, всем привет. Ну и, конечно же, со мной моих уже два оставших, к счастью, традиционными коллеги. Те традиционные коллеги, которые ведут с нами репортажи на нашем канале, это Юрий Гиммельфарб и Михаил Тивосян. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Роман, я, пожалуй, начну. Мне хотелось бы начать с темы, которая, безусловно, неприятна украинцам, но которая, как мне кажется, уже изрядно начинает поднабивать оскомину и становиться хорошей такой ложечкой дегтя в бочке счастья в Российской Федерации, и счастья в кавычках, конечно. Дело в том, что сегодня у нас годовщина, годовщина печального и, я бы сказал, зал даже для одной страны в будущем катастрофического шага. Это акт агрессии, акт аннексии, акт оккупации земли, территории Крым, Украины со стороны путинской Российской Федерации. И сегодня был опрос, опрос в СИОМ, его результаты были опубликованы сегодня. Согласно ним, ну, понятно, как что к ним относимся мы с известной долей, сами понимаете чего, но согласно этому опросу, 88% жителей Российской Федерации говорят, что их полностью устраивает результаты этой оккупации, что они видят в этом только положительные стороны. У меня в связи с этим к вам две части вопроса. Во-первых, находясь там, в этом логове, в этом лежбище, как вы видите это счастье на лицах граждан Российской Федерации, на лицах москвичей? Действительно ли они так счастливы от такого приобретения, которое является приобретением без ручки? И вторая часть вопроса вообще. Как вы думаете, вот пять лет прошло, сколько еще ждать восстановления справедливости? Особенно интересно ваше мнение, потому что вы находитесь именно, еще раз повторяюсь, в сердце вот этого всего безобразия. Пожалуйста. Давайте начнем со второго вопроса. Русские с оккупированных территорий просто так не уйдут. И это надо осознавать и понимать. Очень важно не разделять оккупацию Крыма и Донбасса, потому что по большому-то счету это одна военная кампания, военная операция, которую они у себя здесь в России оформили по-разному. В одном варианте это аннексия и типа как Крым наш, а во втором это просто оккупация как в части Донбасса. И лозунг Донбасс – это Украина, но мы его не отдадим. И из этого надо исходить. Возвращение оккупированных территорий в комплексе возможно только в случае непосредственно боевых действий. То есть войной с Россией – это первый вариант. И второй вариант – это надо ждать, когда рано или поздно они будут переживать события, аналогичные тому, что мы переживали в 1991 году тогда вместе. Когда это произойдет, я прогнозировать не готов. Возможно, это не произойдет никогда, а возможно займет десятилетие. В принципе, особенность революции и всяких таких катаклизмов в том, что их спрогнозировать практически невозможно. По поводу вот этой вот безумной поддержки, 82 или 86 процентов, она формируется исключительно на фоне того, что им говорят в телевизоре. 86 процентов, что там Путина поддерживают, ну вот примерно эта цифра, она коррелируется. Гражданам России много лет подряд рассказывают о том, что тем самым они там восстановили историческую справедливость, о том, что произошло объединение разделенного народа и весь остальной бред. Но как только мысль изменится по телевизору, и настроения будут меняться. А по большому счету на жизнь простых людей это никак не повлияло. Им это ничего не дало, только забрало. Падение уровня жизни, падение благосостояния страны, экономические недостатки. Потому что им пытаются объяснить, что Крым они захватили безвозмездно. Но на самом-то деле каждый российский гражданин за это платит. Скажите, пожалуйста, а все-таки если, например, экономическая ситуация в Украине изменится, ну пять лет вот мы ждем, ждем все, ждем экономических реформ, серьезных преобразований. Если, например, в Украине станут зарплаты там 800 тысяч, 1200 евро, так как, например, в Польше, в принципе, это не такие заоблачные цели при нормальной ситуации, при нормальной, я бы сказал, даже отношении к власти к экономическим реформам, это достижимая цель. Насколько это может ускорить деоккупацию Донбасса и Крыма? Давайте будем исходить, что заявленные вами цели будут реализованы в ближайшее время в свободной Украине и уровень жизни не поднимется у нас. Для этого есть все возможности, все основания, ничего нам не мешает, тут надо пенять только на себя. Но могу всех расстроить, но уровень жизни в целом в Украине он никак не пересекается с вопросом деоккупации украинских территорий. Здесь все очень просто, потому что количество российских солдат, на оккупированном Донбассе и Крыму не изменится в зависимости от того, какие доходы будут у граждан Украины. Вот давайте посмотрим на ситуацию с оккупированным Донбассом. Там, я не знаю, можно ли у вас в эфире ругаться матом, но ситуация не очень благополучна. Но, тем не менее, людей, которые живут в оккупации, никто уже не спрашивает. Поднять военный мятеж они не в состоянии, плюс многие растеряны и так далее, и так далее. Но факт остается фактом, что экономическое положение, оно никоим образом не влияет на вопрос деоккупации. Я еще раз напоминаю, что с нами Юрий Кигимельфар, известный блогер, и я хотел бы передать ему слово. Пожалуйста, Юрий, продолжайте. Спасибо. Роман, у меня к вам вот какой вопрос. Ну, на минувшей неделе спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин всех нас потряс с замечательным заявлением о том, что с Украины надо взыскать репарации за 25 лет аннексии Крыма, как он сказал. То есть я перевожу это с Володинского на русский. Это примерно то же самое, что вор украл у человека имущество, а потом предъявляет ему претензии о том, что на корпусе царапинка. Ну, то есть и надо бы это компенсировать. Ну, приблизительно вот так. Ну, мы все прекрасно понимаем, что все эти разговоры о международных судах, ну, это бред. Но когда подобное заявляет лицо, занимающее столь высокий пост, это понятно, что за этим что-то стоит. На ваш взгляд, Роман, зачем этот тролль? Вы знаете, здесь есть, мне кажется, две составляющие. Во-первых, они играют в такую игру, которая называется «Плохой и хороший полицейский». То есть я имею в виду, что сегодня Кремль официально опроверг такие планы. Спрашивали этот вопрос, задавали Дмитрию Пескову, представителю непосредственно президента, который сказал, что такое никогда не обсуждалось. И он вроде как хороший полицейский, а Володин вроде как плохой. Но вывод тут надо сделать только один, что они все плохие полицейские. С другой стороны, откуда берутся вот эти вот безумные вещи? Мне кажется, что связано это с непосильной ношей, или посильной, но тем не менее очень тяжелой, которую Россия заплатила за аннексию Крыма. Тут очень часто, особенно сегодня в оккупированном Крыму, они ввели в эксплуатацию новые ТЭС стоимостью миллионы и миллионы долларов. Так вот, когда выступал Путин, у него проскользила такая фраза, что это столько, сколько раньше поступало из соседней страны, то есть из Украины. И вот эти вот размышления о том, сколько они туда вбухали в бабла, в конечном итоге приводят вот к таким вот безумным высказываниям о том, что Украина должна репарации какие-то им выплатить. Я думаю, что здесь намного интереснее другой взгляд на ситуацию, что понятно, мир он не одинаковый, в некоторых странах идут дела лучше, в некоторых хуже, но, допустим, если рассматривать российский Дальний Восток, то есть такой прекрасный город Хаэнхэ, если я не ошибаюсь, он как раз напротив Благовещенска. Так вот, если с точки зрения Китая посмотреть на эту территорию, то россияне очень плохо смотрят за этой землей, и, возможно, опять же, с точки зрения Китая, не заслуживают ее. Точно так же, я думаю, могут размышлять и японцы, которые считают, что часть их страны оккупирована российской территорией, и там с порядком тоже не все хорошо. Поэтому я думаю, что вот эту формулу нужно предложить России рассмотреть как раз с ее соседями, которые находятся на Дальнем Востоке. Позвольте, но, я прошу прощения, Василий, но тут одна интересная тонкость есть. Вот, когда начали абсолютно серьезно комментировать слова Вячеслава Володина, то говорили, что поскольку Крым, как отдельное государство, не является субъектом международного права, надо, чтобы сами крымчане подавали на Украину международные суды. Вот. Но вот не кажется ли вам, что здесь Кремль может создать для себя очень опасный прецедент? Потому что вот те 20 лет, которые находятся под управлением вот этим режимом кооператива «Озера», мы скажем, очень толерантно, потому что сейчас же власть не уважать нельзя, и мы не можем называть их бандитами и негодяями. Никогда не называйте этих сволочей сволочами, да? Хорошо, хорошо. Вот. Вот не кажется ли вам, Роман, что сами россияне уже получат моральное право, руководствуясь словами Володина, подавать в суды, но не на Украину, а на Кремль за то, что ухудшился уровень жизни? У каждого россиянина этой пенсионной реформы украдено 1 миллион рублей там приблизительно. Вот не кажется ли вам, что Кремль для себя-то создал этим опасный прецедент? Ну, если вернуться к крымской истории, никто судиться, естественно, не будет. Это на уровне общероссийского праздничного бреда, потому что Россия проиграла все международные суды с Украиной по части захвата активов на полуостров и на шельф. Это и Нафтогаз, это и Приватбанк, и Сбербанк, и другие Укрзалезницы, и там список очень-очень большой. Поэтому рассматривать это с практической точки зрения никто здесь не будет. Говорю, это только бред пиар. А в части исков к российскому государству, я думаю, что тут просто никто так ситуацию рассматривать в принципе не будет. Основная масса россиян, они не проводят параллели между уровнем жизни до 2014 года и сейчас с агрессивной внешней политикой. Это правда, что они думают, что все хотят напасть на Россию, забрать ее там, что там нефть. То есть можно общаться с разными людьми, которые могут ругать Путина за ту же пенсионную реформу или еще за что-то. Но как только речь заходит о международке, то большинство из этих людей скажут, что хоть тут Путин молодец. Михаил, скажите, пожалуйста, вы нас слышите? Я вижу проблемы там с видеоизображением. Можете голосом задать вопрос? Нет, я слышу вас. У меня просто случайно, видать, камеру вырубил. Так, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Задавайте пока там вопросы, а потом настроите камеру, ничего страшного. Такой вопрос к вам. Вы говорили о революции, сценарии 1991 года для России, в которой я, в общем-то, слабо верю. Вы говорили о военном поражении отчасти, как одним из способов решения множества проблем. А вот вы не рассматривали вопрос смерти Путина. Вот, как вы думаете, может быть, Путина, она выгодна для всех? Она выгодна и для России, и для Украины, и для международного сообщества. Тем самым можно решить все вопросы. Как вы думаете? Мне кажется, это упрощение ситуации, сводить вот этот конфликт к биологическому циклу одного конкретного человека. То есть, дело здесь не в Путине. Здесь все намного запущено. Эта политика, она поддерживается гражданами России. И если когда-то произойдет смена власти в Кремле, рассчитывать на то, что обязательно придет какой-то хороший, добрый, порядочный российский президент, который изменит российскую внешнюю политику, мне кажется, это недальновидно. И нам надо исходить из того, что мы всегда будем жить со страной, которая всегда нам будет грозить ракетами, продолжать грозить ракетами, размышлять при этом о братстве и думать, как быстрее бы освободить Украину от украинцев ради величия российского государства. Вот такие реалии. По поводу того, что я сказал насчет 1991 года или поражения военного, я говорю как раз о том, мысль моя была как раз о том, что вот эта вот сложившаяся ситуация, она может затянуться на длительное время. И в революциях вся особенность в том, что спрогнозировать их нереально, и на сегодняшний день нет никаких для этого предпосылок в России. Вот эта вот стагнация, она может длиться десятилетиями. Раз уж мы заговорили о смерти Путина, то хочется спросить вас о следующем. Роман, скажите, пожалуйста, дело в том, что террористы и убийца Гиркин, который ведет некоторое подобие политической деятельности, в Москве и в окрестностях, был недавно в Самаре, он там давал пресс-конференцию, на ней он заявил, причем перезапелляционно, что по его сведениям Путина их целых три. Я поставлю этот видеофрагмент, попрошу поставить при монтаже. То есть полковник ФСБ, как мы знаем, их бывших не бывает, заявляет, что его главнокомандующего, его президента три штуки. Где поставить точку? Путина казнить нельзя, а какого из них? А какого из них? Да. Их сейчас показывают как минимум трех. Сто процентов уверен, Путина будет свергать не народная революция, Путина будет свергать его собственное окружение. Что вам известно по этому поводу? Ведь вы, наверное, как никто из украинцев, даже как ни Порошенко, часто видели Путина довольно близко. Ваши соображения, пожалуйста. Ну, я все-таки думаю, Петр Алексеевич чаще встречался с главой российского государства. Это надо считать. За годы в украинской политике, я говорю о главе Украины. Что касается двойников, тройников, я не сторонник вот этих безумных идей о том, что есть какой-то вселенский заговор, что есть фабрика, где штампуют Путиных. Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством. Не может быть по-другому. Есть еще, возможно, копия Путина, но этот актер, он работает в Comedy Club. Вот если мы его будем считать в этом списке, тогда я соглашусь. По поводу Гиркина, ну, вы его тоже как бы поймите. Извините, кстати, я еще более точно процитирую, поскольку зрители увидят, а вы не видели, наверное, этот видеофрагмент. Но там его спросили, где нужно поставить запятую в выражении «казнить нельзя, помиловать Путина». И он ответил, кого из троих нужно казнить, из троих Путиных. Вот так это звучало. Продолжайте, пожалуйста. Ну, тут есть версия, что существует коллективный Путин и так далее. Но, если вернуться к Гиркину, его можно понять, понимаете. Человек, который пять лет назад был российской иконой, тут даже возле главной московской мечети, еще тогда строящийся, проходил митинг российских сумасшедших, которые орали «Введите войска в Украину» и при этом подпискивали о том, что Гиркин наш президент. И тогда даже на эхо Москвы проводился соцопрос онлайн, и за Гиркин получил 80%. Так вот, после всей этой истории, его участия в убийстве граждан Украины на Донбассе, когда его отозвали домой, он постепенно превратился в что-то наподобие нуля. С точки зрения политики российской, и у него закрыт доступ к российскому телевизору, он превратился в нечто подобное, скажем так, менее чем маргинальный политик. То есть в публичном пространстве этого человека нет. Его цитируют намного больше в Украине, потому что все прекрасно помнят его преступления, его размышления, как он там судил людей военно-полевым трибуналом. Да, есть документы, есть его приказ, который основывается на указе Сталина от 1941 года о расстрелах. Этот приказ есть за якобы мародерство и наркотики. Эти документы есть, и их сканы есть в сети. Это сумасшедший человек. Это сумасшедший человек. Поэтому, мне кажется, внимание Гиркину нужно концентрировать в части его размышлений о его деяниях и деяниях российского государства в 2014-2015 году. Вот здесь его свидетельства как непосредственного участника они важны. А вот то, что он трендит, извините за прямоту по внутренней российской политике, оно просто не имеет никакого смысла, потому что у него нет ни информации, ни влияния. Он никто здесь. Кстати, да, Роман, если уже заговорили о Гиркине, то я искренне завидую и поражаюсь вашему самообладанию. Мне бы такое, потому что вы, будучи украинцем и патриотом Украины, наверняка встречали, наверное, в Москве таких персонажей, как Гиркин, Бородай и прочие отребья. Я удивляюсь, как вы не жахнули их чем-то тяжелым, но, видимо, видимо, то, что вы делаете для страны, намного ценнее того, что вы можете сделать отдельной голове Гиркина. Да, это нереально какие-то, если размышлять о физическом воздействии. Я все-таки сторонник того, что каждый должен делать в своем деле. Меня же пока в армию не призвали в украинскую, поэтому наша задача фиксировать их преступления для того, чтобы был накоплен весь объем материалов, для того, чтобы могли дальше действовать наши силовые и правоохранительные органы и следствия. Ну, насчет призвали и не призвали, это только личное дело лет через 40 нам покажут. Я хочу попросить Юрия задать вопрос и пообщаться. И, Михаил, пожалуйста, попытайтесь сделать что-то со своей камерой. Вашего изображения нам очень не хватает. Пожалуйста, Игорь. кстати, хочу подтвердить слова Романа, что в данный момент политический вес Гиркина, он меньше даже, чем политический вес городского сумасшедшего полковника Квачкова. Если имя Квачкова более-менее известно, то Игорь Гиркин, он же Стрелков, он же Гога, он же Гоша. Сейчас уже честно вам скажу, не все это вспомнят. Кто это? А кто это такой? Но у меня вопрос к вам, Роман, вот какого плана. Сейчас, в данный момент, многие наблюдают пугающее повторение ситуации позднего СССР. Война в Афганистане, война в Украине и Сирии, Олимпиада 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 и так далее, и так далее. Вот обострение отношений, обострение отношений. Соответственно, люди, они прогнозируют, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, потеряв субъектность. Вы как вы относитесь к подобному роду теории? Ну, мы немножко об этом говорили. Мне кажется, это все-таки такое, знаете, размышление на тему развалится Россия или нет. Ну, у меня как бы мнение такое. Тут есть две опции. Или да, или нет. Ровно 50%. Но серьезно размышлять на данном этапе, мне кажется, нецелесообразно, потому что у них запас прочности достаточные, чтобы еще в таком ключе работать не один год. И мы видим ситуацию, что ситуацию нельзя сравнивать с холодной войной. И даже ситуация с Афганистаном, она в общих чертах можно сравнить, но на самом-то деле нет. Потому что, во-первых, нет единства на Западе такого, как было в 80-е годы. Соответственно, до конца жизни Советского Союза. Войны ведутся немножко по-другому Российской Федерации. Фактически в боевых действиях принимают участие только контрактники. И мы не видели картин плачущих мам на перронах и возле военкоматов, которых призывают их детей на войну. то есть ситуация она не идентична и соответственно прогнозировать какие-то вещи и делать такую корреляцию на вот эти события я бы не стал. Михаил, рад вас видеть, пожалуйста. А, еще Юрий, да, пожалуйста, конечно. уточнить хотел одну вещь. Вы понимаете, в чем дело? Мы с вами коллеги, оба журналисты, и я смотрю на эту ситуацию как россияне. Вы понимаете, в чем дело? Сейчас наблюдается два вектора в России. Во-первых, это стремительно ухудшающееся материальное положение россиян. То есть даже по официальным данным порядка 20% россиян 28 миллионов это нищие, а по неофициальным данным это как минимум в полтора два раза больше, плюс вот эти налоги, а с другой стороны, это реальная боевая пропаганда, которая безвекторна. То есть понимаете, одно дело мы с вами все прекрасно помним знаменитое Симоновское сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. Но тогда был враг, с которым шла конвенциональная война. Сейчас их там нет. И вот я вижу, как эта озлобленность, она выплескивается на окружающих. Так вот, суть моего вопроса, Роман, исключаете ли вы тот факт, что в России просто могут начаться голодные бунты, мародерства безвекторные. Это как выплескивание злобной. Возможно, но на данный момент ситуация, мне кажется, российским правительством, российской властью абсолютно контролируема. И давайте посмотрим, например, такие вещи, как вот соцопросы, которые проводит Левада, и которым можно частично доверять. Смысл которых, что, да, уровень поддержки Путина, упал до рекордного низкого уровня 32%, но люди все отмечают ухудшение уровня жизни, и тот, кто живет в России, прекрасно, достаточно зайти в магазин, чтобы просто ты смотришь на цену продуктов и думаешь, нифига себе. Но при этом эти же соцопросы показывают, что 80% населения вообще не готовы принимать участие в каких-то акциях протеста. То есть я к чему веду, что вот этот процесс брожения, вот эти разговоры на кухне, ругания Путина и попытаться разобраться, почему Россия такая великая, но при этом так люди бедно живут, этот процесс может занять какое-то продолжительное время. И вот исходя из этого, я так немножко иронизирую, использую формулировку, что она развалится или нет. Потому что мы не можем даже спрогнозировать вот это недовольство, оно даст какой-нибудь эффект в течение пяти лет или нет. Они здесь играют на настроениях, как бы пропаганда пропагандой. Всегда можно немножко девальвировать рубль и компенсировать, закрыть все бюджетные вопросы, потому что они энергоресурсы и природные ископаемые продают за доллары и другие валюты. То есть механизм очень-очень большой. И чем это закончится, я не готов сказать. Вот смотрите, даже за эти годы при Путине тут так все устроено, что и протесты были, и так далее, и так далее. Но ни разу по большому счету полиции даже не надо было применять какие-то спецсредства типа водометов или там, я не знаю, или слезоточивого газа. Если Навальный сам бегает в автозак, о чем тут говорить? Ну, вот и все. И поэтому вот такое состояние, да, недовольна, да, озлобленность, оно может длиться очень долго. Скорее всего, на каком-то этапе им надоест как бы там издеваться или как они там клемить этих злых и подлых хохлов, как бы, которыми считают все граждан Украины. И они начнут искать вот этих предателей, кого там, пятую колонну внутри себя. Это тоже происходит, вот эти вот репрессивные законы, они как раз на это направлены. Но я просто не готов прогнозировать, когда и даст ли это какой-то эффект и влияние на политическую элиту в России. Вот я об этом. Как в том старом анекдоте, шансы 50 до 50 или развалятся или нет. Михаил, пожалуйста, ваше слово, мы рады вас видеть. Да. Один гипотетический вопрос для Романа. Как вы считаете, Роман, а вот мир, он станет лучше, если России не будет? Слишком он гипотетический. Ну вот представьте, России нет, мир стал лучше или нет? Вы знаете, я не сторонник таких вопросов. Я объясню, почему. Потому что тем самым мы как бы начинаем обманывать себя. Вот сколько мы сегодня говорили на тему, что вот она развалится или ее не станет. То есть мы как бы создаем иллюзию того, что может стать легче и какие-то наши проблемы будут решены. А это неправильно. вот поверьте, наоборот надо гражданам Украины в первую очередь исходить из того и строить свое государство с высокой заплатой, про которую говорил Василий, исходя из того, что мы будем постоянно жить вот с такими агрессивными и неуравновешенными соседями. Вот тогда нам будет проще. И даже если, как мы тут размышляли, она развалится, ну мы просто будем считать, что это бонус. или она исчезнет, или что-то еще там произойдет, или кто-то выкопает новое Черное море как раз в географических границах, где расположена Российская Федерация. Пока это, ну, извините, может за некорректность, но это просто досужие разговоры. Вот не стоит ее недооценивать. Тут не настолько все плохо. Хотя своих идиотов, ну да, много. По поводу того, станет мир без России лучше или нет, тут, наверное, нужно сначала разобраться в терминов, что вообще такое Россия, потому что это тема для отдельной большой передачи. Я хотел бы немножко свернуть в сторону Украины, Юрия, но, извините, Юрий, смотрю на Юрия, говорю Юрий, Роман, но с учетом того, что вы, что вы, Роман, находитесь в Москве, конечно, этот вопрос будет связанный с московскими клубками. Мы видим, что сейчас, вот-вот, скоро уже будет первый тур выборов в Украине, президентских выборов. Идет яростная борьба, этим, кстати, Украина привлекательна. Вообще ничего невозможно предугадать, не то, что кто станет президентом, а даже попадет ли нынешний президент во второй тур. То есть эти выборы показывают то, что Украина, пускай еще на пути к настоящей демократии, но она уже является настоящей демократией, хоть и молодой. И хотелось бы у вас узнать следующий аспект. Мы видим, что нынешний президент, которого крайне критикуют в Украине, внутри страны, которому масса вопросов, у меня в том числе, но мы видим и другую сторону, что этот человек является наиболее критикуемым со стороны официальных СМИ Российской информации перед выборами. Естественно, он главный объект для критики, насмешек и обливания грязью. Один, например, Шарий, чего стоит, который несколько репортажей с критикой Порошенко в день выпускает. А мы знаем, что такое Шарий и какие там ниточки. Что вы видите? Как вы считаете, Порошенко это наиболее неустраивающая Кремль-Москву кандидатура? С остальными они готовы смириться? Либо все это игра и у Порошенко нормальные экономические связи с Москвой, и он полностью устраивает Кремль. Ваша точка зрения по этому поводу. Ну, смотрите. Первое. Россия мочит любого украинского президента. Это факт. И в том числе Януковича до момента, пока он не решил повернуть на восток. Наверное, по той причине, что это президент той структуры, которую Российская Федерация считает невозможной вообще, не вправе существовать. Да. И причем я имею в виду повернул на восток не в части отказа подписания соглашения об ассоциации, а в части переезда в Ростов. Если географически это движение на восток. Второе. Петра Алексеевича здесь смешивают с нечистотами ну, наверное, последних пять лет. Его тут позиционируют как президента войны, человека, который не согласился и не прогнулся под Владимира Путина в отличие от его предшественника Виктора Федоровича. Все успехи Российской Федерации на украинском направлении были достигнуты российской армией. И последний такой успех это захват украинского города Дебальцево, где россияне потеряли очень много и ранеными, и убитыми. И возможно этот урок во многом для них такой что ли предохранитель, чтобы очередной раз задуматься, стоит ли двигаться или пробовать двигаться дальше. К Петру Алексеевичу можно относиться по-разному, и мы сейчас в преддвериях выборов, мы же выбираем президента, у него много функций, и мы смотрим анализируем и внешние шаги, и внутренние. Так вот, если говорите о внешней политике Петра Алексеевича, то он абсолютно неудобен Путину, абсолютно, потому что он нигде не идет на уступки. Вы слышали, что когда-нибудь, чтобы Петр Порошенко сказал, что давайте как-то договариваться, то есть договариваться на российских условиях, это я вам объясню, как, это признать аннексию Крыма и согласиться с гражданской войной на Донбассе, чтобы создать такую ситуацию, как в Молдове, когда десятилетиями вести переговор с кремлевскими марионетками без шанса договориться. Вот, что они нам предлагают. В данном случае в части внешней политики и оборонной политики, несмотря на этот скандал с коррупцией в сфере поставок запчастей, мне кажется, что Петр Алексеевич, он успешный президент, но чтобы пока тут ваши зрители Парахабо и все остальное, потому что у нас народ готовьтесь готовьтесь комментарии люди не и смотрят на эту ситуацию в комплексе, то есть то, что я сказал, это не значит, что я не вижу недостатков и недоработок его команды. Абсолютно этого не означает. Но если вы задаете вопрос с точки зрения президента и политики России, то они хотят сменить Порошенко на любого. Они понимают, что не будет разворота на восток, потому что это очень сложно сделать, стрелять в украинских солдат, продолжать и при этом рассчитывать на изменения внешней политики Украины. Я неоднократно здесь слышал, что сейчас, почему не так, активизировали себе мощь от личного президента Украины, особенно в преддвериях выборов. Потому что даже процитирую. Папа, ну в смысле Путин, он устал, он хочет с кем-то другим разговаривать. Но то, что я сказал гражданам Украины, хотел бы сделать ремарку. Это не значит, что вы должны голосовать за Порошенко или не голосовать за него. Вы просто, ну, как бы все должны в комплексе рассматривать ситуацию, какая она есть. Это выбор правильный. Ну, мы все граждане Украины, у каждого один голос, и каждый вправе распорядиться им. И я подчеркиваю, что я не агитирую за Петра Алексеевича, а отвечаю на на ваш вопрос. Ну, могли бы поагитировать, у нас это не запрещается. За кого угодно, кстати. Но дело в том, что я же не работаю в избирательном штабе, понимаете, ни Петра Алексеевича, ни кого-то другого. Поэтому я хотел бы оставаться журналистом и как бы независимо смотреть на ситуацию. Если я, я даже подчеркну, что я могу ошибаться в чем-то, потому что я все-таки много лет живу за границей в Российской Федерации. Многие вещи, которые касаются справедливости, вот я это для себя сформулировал, которую ощущение этой справедливости не создал Петр Алексеевич за годы своего правления. Это никто не... Я же это вижу, я прекрасно знаю. Я прекрасно знаю пенсию своей бабушки, полторы тысячи гривен. Я не знаю, как можно жить на эти деньги, если бы бабушка была одна. То есть я, слушайте, картину выгляжу, вижу в комплексе. Но живя здесь, могу вам сказать, что те, кто в Украине говорит о компромиссе с Россией, они просто нагло врут гражданам Украины. Это они как бы намекают, что можно не бороться, а не договоряться. Вы знаете, у меня же тоже есть YouTube-канал, и вот два последних видео я как раз делал по поводу... Да, кстати, ссылочка обязательно будет в описании, Роман, как и Юрия и Михаила, как всегда. Да, спасибо. Два последних видео, которые я сделал, они посвящены пятой годовщине аннексии Крыма. Вот если послушать представителей России, что они говорят, они же... там же не только Володин, который говорит, что Украина должна репараться, они же там дальше развивают эту мысль. Они говорят о том, что Путин лично дал команду проводить референдум. Они говорят о том, что это только начало собирания русских земель, а русские земли, это все до Львова включительно. И вот смотрите, вот они здесь хотят собирать русские земли, показывают непосредственно на Украину, а мы хотим жить. Поищем теперь компромисс. На какой основе? Основу можно взять в кавычки, как эта партия у нас такая есть, любители компромиссов. Но поверьте, я бы тоже... Слушайте, я тоже хотел бы, чтобы у нас прекратилась война, и мы как-то нашли формулу сосуществования мирного с этой большой и агрессивной страной. Но на сегодняшний день тут нет ни запроса, ни желания к таким действиям. Вот и все. Да, 1500 гривен, это я для россиян скажу, я не скрываю, что большинство подписчиков у меня на канале это россияне, 1500 гривен, это примерно 3800 рублей. Вот такие вот пенсии в Украине бывают, к сожалению. И поэтому, естественно, многие недовольные пятилеткое правление Порошенко, хотя и огромные его заслуги тоже не стоит преуменьшать. Василий, я тут единственную ремарку сделаю, что это не значит, что уровень наших пенсионеров, уровень жизни сильно ниже или ниже, в принципе, чем в России. Здесь тоже, как бы, эти минимальные пенсии, они как бы ненамного... Хочется на лучших равняться, наверное, все-таки, да? Конечно, да. Но просто, если у нас такая российско-украинская эта история, тут же как бы цена жизни намного больше. Вот в Крыму они там что, хотели российских пенсий, они их получили, но не получили российские цены. Вот я не знаю, как бы, ну, мне бы лучше подготовился, но так вот сравниваешь как бы продуктовую корзину. То есть, я когда хожу в магазин в Киеве и в Москве, у меня разница за примерно одинаковый набор продуктов отличается в два раза. В Киеве, естественно, дешевле. То есть, это надо тоже как бы учитывать. Хотелось бы, конечно, передать слово быстрее моим коллегам, но не могу не спросить вас, а вы, пожалуйста, кратко ответьте. А если бы позвали вас, вы сказали, вы не работаете в избирательном штабе Порошенко, а если бы позвали бы? Ну, зачем нам обсуждать гипотетические вещи? Понятно. Мне устраивает мой статус корреспондента, понимаете? Но, слушайте, ну, нельзя же как бы смотреть на ситуацию только в контексте Юли-боты, Зе-боты и Параха-боты. Ну, давайте еще хотя бы место оставим для Украины ботов, как бы. для людей, которые ответственно подходят и к выборам президента, и к своей стране. Мы же не можем все работать в каких-то штабах. Я только за. Сам такое от меня всем достается. Юрий, пожалуйста. Ну, я не буду, Роман, вы поймите меня правильно, я не буду вас спрашивать ни про Порошенко, ни про Зеленского, ни про пани Юлию. Я россиянин, и мне вмешиваться в украинские дела неприлично. Вот мне когда задают вопрос, а ты за кого? Я говорю, ребята, Украина это отдельное государство, украинцы, граждане другой страны, вы сами разберетесь, мне неприлично это комментировать. Поэтому я задам вам другой вопрос, Роман. Сейчас вот я наблюдаю в последнее время резко возросла агрессивная риторика, в том числе и многих депутатов не самых последних. Вот вы это вскользь упомянули о том, что наши танки дойдут до Львова и так далее и тому подобное. Но риторика риторика, а вот на ваш взгляд, вы же в последнее время много были в Москве, вы вращались в высших сферах. На ваш взгляд, насколько это, что за этими словами стоит, насколько велика эта опасность? Вы знаете, тут есть хорошая и плохая новость. Потому что хорошая в чем, что российские депутаты и сенаторы за небольшим исключением они ни на что не влияют и не принимают решения. Они только голосуют те решения, которые спускаются с Кремля. То есть, в данном случае, как это ни странно может позвучать с моих уст, реал политик кремлевский, он более такой сбалансированный, то есть, они больше думают над своими действиями. И с другой стороны, за счет того, что вот эти башни, которые за моей спиной, они все-таки излучают импульсы, а эти люди улавливают их, эти импульсы. Потому что тут так все устроено, если бы вот эта агрессивная риторика была бы не в почете, то такие опытные политические лисы, как тот же Жириновский, который объявил, что надо Украину ликвидировать в течение десяти лет, кстати, в оккупированном Крыму, на том же мероприятии, где Володин фонтанировал идеями, то они бы поумерили бы свой пыл. А в связи с тем, что они вот жгут в таком ключе, это как минимум основание для того, чтобы не расслабляться украинцам. То есть вот это опять же похоже на вот эту игру в хороших и плохих полицейских, что с одной стороны безумные депутаты, которые говорят давайте бросим ядерную бомбу на Киев, Киев спаси от бандеровцев, а с другой стороны Кремль, который говорит да нет, ну что вы, типа это же как бы, ну это типа перебор. Но опять же, но отступать они от захваченных территорий совсем не собираются. То есть надо слушать все, что они говорят. И я сторонник того, чтобы доверять Жириновскому в части амбиций российского государства. Михаил, будьте добры. Роман, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что деоккупация Крыма неизбежна? Это главный вопрос. Другого вопроса не будет. И во-вторых, а что будет с теми 600 тысяч или 700 тысяч уже, по-моему, гражданами России, которые обосновались уже в Крыму, которые купили там квартиры, участки, вложили какой-то... Что будет с ними? Что им ожидать? Доккупация неизбежна. Что им ожидать? Лагерную украинизацию. То есть, я сторонник того, что после того, как украинский флаг будет возвращен на все оккупированные территории, я снова подчеркну, не надо разделять Крым и Донбасс, возвращение людей в родную украинскую семью надо сделать максимально безболезненным и мягким. Не знаю, чем их можно наказать. Ну, будем заставлять носить вышиванки по-первых, а все остальное сделаем в лайт-режиме. Браво! Скажите, пожалуйста, а имна не будут петь по утрам или нет? Или это уже следующий этап нежной украинизации? Вы знаете, логика украинизации в том, чтобы лагерной украинизации, чтобы украинские гимны пели люди добровольно. Я вам хочу сказать, что вот в Москве некоторое время, к сожалению, эти люди были вынуждены эмигрировать и в Киев, в Штаты и в другие страны. Были представители этой страны, которые пели гимны, потому что им так велела душа и сердце. Вот мы будем работать над этим. Скажите, пожалуйста, сегодня Путин приехал опять в оккупированную территорию Украины в Крым. Он там, как вы сказали, чего-то открывал. И нам, конечно же, стоит очередной ноты ждать от Климкина, от МИДа в связи с этим, в связи с незаконным пересечением границы или как там это формулируется. Как вы думаете, обращает ли Путин вообще уже на все это внимание, на какие-то шаги украинского МИД? И, может быть, пора как-то все-таки поактивнее просить западных партнеров подключаться к новым вещам, которые будут наказывать за такие, за подобные визиты, за другие нарушения международных годов Европы? Почему, как вам из Москвы видится, почему Запад пока что не столь активен, как это хотелось бы Украине? Ну, во-первых, я уверен, что Кремль и МИД российские на эти все заявления обращают внимание, них анализируют. Я не соглашусь в части, что Запад не активен в этом вопросе, даже если мы говорим о публичной риторике, сегодня было заявление и НАТО, где Россию призывают докупировать украинский Крым, есть соответствующее заявление Европейского Союза, где выражается решительная поддержка территориальной целостности Украины и позиция соответственно аналогичная. Тут просто нам надо исходить из того, что за Украину в широком смысле этого слова придется воевать и будут воевать только украинцы. И рассчитывать, что все наши проблемы и вопросы решит западный мир, ну, наверное, не стоит, хотя по моему ощущению сейчас вот Запад вот в условиях скажем такой турбулентности, которую они сами переживают, они немножечко сменят акценты по украино-российскому конфликту. то есть будет акцент сделан больше не на расширение санкций, потому что вы знаете, что масса стран в Европе придерживается особого мнения, и договориться по расширению становится все сложнее и сложнее, а акцент будет сделан на том, чтобы расширить пакет помощи Украины в различных сферах, и это оборонно, и в первую очередь в продвижении реформ. И понятно, что тут будет очень много зависеть от выборов и от того, как у нас конфигурация сложится, и будут ли представители украинского народа в принципе работать в этом направлении. Юрий, прошу вас. Роман, у меня такой вопрос. Как вы считаете, какое влияние на политику Кремля окажут последние санкции Соединенных Штатов? То есть расследование о состоянии Владимира Путина, это центральный вопрос. Через полгода должна быть они здесь делают вид, что ничего не происходит, называют или используют к месту слова русофобия, и расследование активов Путина тоже рассматриваются через призму этой русофобии. Но факт остается фактом, что там же несколько пакетов санкций готовятся в Соединенных Штатах, там и по Украине, и по Немцову, и по активам. Вывод какой здесь делают, что никто на российские преступления не забыл, и по большому счету кажется пройдет еще какое-то время уже начнут и на Западе забывать, что стало причиной этому, но максимально будут стараться сдерживать Россию. Ведь знаете, телевизор есть не только у каждой или почти у каждой бабушки в России. этот телевизор смотрят в том числе и в Штатах, и в других странах, и они явно не рады, когда Владимир Путин показывает, как новые ракеты, пусть даже в мультфильмах летят в сторону Калифорнии. Михаил. Так, сейчас, секундочку. Скажите, пожалуйста, Роман, вот эта недавняя пресс-конференция Гиркина, Чапмана, Удальцова, такой триумвират, с одной стороны, получается, большевики сидят, военный преступник, и русское православие. Вот эта рождающаяся сила, что она может означать? Означает ли вот этот триумвират, что в будущем Россию может ждать тот же сценарий, который был осуществлен на Донбассе? Вот. И не является ли это подтверждением той самой поговорки? Не рой яму другому, сам в нее попадешь? Ну, давайте пожелаем нашим российским партнерам, чтобы было так, как есть. Если они хотят народных республик, пусть у себя их и создают, и потом разбираются. мне кажется, в российском обществе, особенно российские спецслужбы, прекрасно осознают опасность вот этих настроений. И давайте проанализируем вот эти персоналии. Про Геркина мы уже говорили, а вот удальцов. Этот человек, который принимал участие, был одним из лидеров протеста против Путина на рубеже 10-11 годов, когда были эти белоренточные движения, он отсидел в тюрьме, за это получил реальный срок. И что произошло в 2014 году, что вот эти сумасшедшие, которые кричали долой Путина, они одели ботинки, взяли автоматы и поехали убивать людей на Донбасс. Предварительно поскакали по Крыму. Вот такая вот тут мне интересная загогулина. Поэтому я уверен, что вот этих сумасшедших, потому что я считаю, что нормальный человек в соседнюю страну воевать не поедет по велению души и сердца, как они тут говорят, что они вот этих сумасшедших как раз и отправили на Донбасс для того, чтобы их количество уменьшилось. Вы были участниками пресс-конференции Путина. Вспоминается фраза, которую Дудь постоянно задает своим интервью в своих программах. Он спрашивает, что бы вы сказали перед Путиным, перед Путиным, оказавшись лицом к лицу с ним. Я хотел бы немножко перефразировать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, Роман, если вам вдруг выпала бы счастливая возможность пообщаться с создателем, что бы вы ему сказали о Путине? Может быть, что-то попросили бы. вы знаете, я бы, если бы общался бы с создателем нашей горештой земли и как результат Украины, я бы о Путине не говорил бы. Я бы попросил бы разума моему народу и украинцам в первую очередь, чтобы мы больше верили в себя, могли всегда разбирать, где зло, а где наоборот. Потому что это, конечно, здорово там все свалить на россиян, как бы. То есть, их вину как бы преуменьшать не стоит. Но я что имею в виду? По сути, вот это вот наша украинская политика, вот эти три сорта украинцев, с которыми Виктор Федорович когда-то баллотировался, они привели к тому, что Украина была разобщенной страной, и сами украинские политики сделали для этого очень много. И я думаю, что если положить руку на сердце, вы со мной согласитесь. И вот общаясь с создателем, я бы, конечно, попросил его, или заклыков, как у нас говорят, чтобы среди миллионов украинцев было больше шансов выплыть наверх в украинскую политику и попасть в топ-политический в Украине людей, которые, для которых фраза еды на краина, одна страна, была самая главная формула в их политике. И какие-то вот, ну, не знаю, разделяющие тезисы, их же можно не транслировать так активно, согласитесь. Вот, наверное, я бы об этом попросил бы создателя, потому что как только это произойдет, то с этими происками Путина и других не самых позитивно настроенных людей к Украине мы разберемся очень быстро. Вот, представляете, вот сейчас, посмотрите, избирательная кампания, да, вот у нас, сколько энергии, просто денег, энергии, эмоций человеческих она забирает. А что бы было бы, если бы всю эту энергию, в том числе финансовую и эмоциональную направить в одно рост, этого, наверное, нам не хватает, и поэтому, возвращаясь к размышлениям о выборах, там, парахобот, не парахобот, как бы, люди все свободны в своем выборе, и если кто-то голосует за кого-то другого, это не значит, что его надо сразу послать на три буквы, потому что у нас у всех один голос, и каждый прав по-своему, если у него этот голос есть. Друзья, мы уже общаемся час, и поэтому Юрий и Михаил, я прошу вас взять по заключительному слову, и мы будем заканчивать, Юрий, пожалуйста. Ну, мое заключительное слово, Роман, спасибо вам огромное за интересную беседу, жаль, что раньше не общались, я посмотрел ваш канал, и всех друзья призываю подписаться на канал Романа Сомбалюка, замечательный канал, ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Ссылочка внизу, да, и на канал Юр Швот, и на канал Михаила обязательно подписывайтесь, Михаил, пожалуйста. У меня там только книга, я там не веду никаких передач, вот, я расскажу анекдот сейчас вообще, когда все режимы падают обычно, да, империи, союзы, федерации, появляется очень много анекдотов, и вот, один из них следующий, когда Путин определил для россиян место в раю, тотальное, то есть, переход всех россиян в рай, в раю задумались, задумались и решили вступить в НАТО, слышали об этом анекдоте? Не слышали? Ну вот, я рассказываю, очень много анекдотов сейчас появилось, а вот вообще следующее я хотел бы еще напоследок спросить словами одного известного философа, убей одного и станешь убийцей, убей миллионы, станешь завоевателем, убей всех, станешь богом, как вы думаете, Роман, а Путин действительно хочет стать богом? У него нет такой возможности. А если он убьет всех? У него нет такой возможности. Ну, слава богу, тогда. Вообще, Роман у нас оптимист, но я бы к словам Юрия тоже прислушался бы очень внимательно и серьезно. На самом деле в России очень много недовольства сейчас становится. Очень просто массово и тотально. Люди, которые вроде бы никогда не говорили слово против Путина, сейчас его просто матерят, костерят самыми разными словами. И я действительно хочу сказать, что Юрий Бибельфарк, он совершенно правильно говорит, он держит руку на пути российского ну, назовем его общества или народа или населения, но тем не менее я бы очень серьезно прислушался к его словам и тем более предусматривал бы конечно вариант бунта, который совершенно непредсказуем, что может быть потом с Россией. спасибо вам, Роман, спасибо. Друзья, я хочу пожелать всем нам и всем, кто нас смотрит, чтобы у Путина с каждым днем становилось все меньше и меньше возможностей, чтобы быстрее настал тот день, когда его возможности сожмутся до ноля и вместе с ним сожмутся желательно. Спасибо вам большое, Роман, что провели эту великолепную беседу. Мы рады вас видеть были и надеемся вы еще раз заглянете к нам на наш вечерок. Спасибо, Михаил, спасибо, Юрий. Спасибо вам, уважали мои зрители. Всем спасибо и всем пока. До свидания. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова